Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка волшебница Невермор и мы возвращаемся на Замбяжную планету и опять же встречает наша дорога в походе. Очередная вот та самая древняя база, до которой мы не дошли в прошлом эпизоде. Она сохранилась и наши герои до неё добрались таки. Что сказать, древние очень любили странные замысловатые формы, но древние уже исчезли, а мы их наследием попробуем воспользоваться. База по сути закрыта, возможно что-то и сохранилось, хотя это опять же другая фирма. В отличие от тех первых двух или трёх, которые мы уже обследовали. На всякий случай, во избежание неприятностей, проявляя излишнюю длительность, в этот раз мы зайдём с другой стороны. И смотри-ка, чутьё не подвело нашего защитника. Нам удалось зайти именно туда, куда мы хотели, в холодильное помещение, где хранятся самые ценные и самые нужные вещи. Холодильники, конечно, пойдут по разборку, равно как и аккумуляторы, ведь нам в последнее время довольно-таки нужны компоненты. Ну а мы продолжим разбор дальше, дальше и дальше. Хотя следующее помещение и не радует нас особой добычей. С другой стороны, мощных мутацких животных здесь тоже нет. Так, чтобы в плюс можно засчитать себе эту победу. Или не засчитать, ведь в очередной комнате нашего героя выскакивает какая-то кротокрыса, кротолошадь. Или не засчитать, поскольку следующее помещение нашего героя выскакивает какая-то кротолошадь или кротокрыса. В любом случае, неприятное и ненужное нам животное. Бум-олень нам тем более не нужен. Поскольку с такими мы уже встречались, и ничего хорошего они нам явно не несут. Как и стоило ожидать, бум-олень делает бум. Ну, по крайней мере, самые страшные последствия мы сразу ликвидируем. Поскольку даже с остальными животными не спешат появляться, дальше можно идти по коридорам помещения. Но опять же, очень сильно оглядываясь. С какой-то стороны, мы можем и не бояться. Лекарства мы производим в достаточных количествах. Да и пионика у нас стоит уже не на последнем месте. Но все же риск ни в каком случае не оправдан. Хотя и награда за него довольно-таки цена. Мы находим еще одно архотехническое устройство. Архосентипидный формер. Тот самый, что мы находили на первой базе, но так и не смогли унести в силу его тяжести. В этот раз нас пришло больше, и постараемся мы гораздо лучше. Хотя, конечно же, очередной бум-медведь чуть не сделал с нами нехорошее. И немножко повредил то, что мы уже считаем своим. Починить не так сложно. Да и демонтировать еще проще. Комната охраны с другой стороны довольно-таки пуста. Соседние коридоры тоже. Эта маленькая, пускай и не опасная бум-курица, добавляет пару-тройку минут смеха нашим бойцам. Ее очень грозный вскут-кудах совершенно не опасен. Хотя, знаете ли, огненные последствия заставляют задуматься о том, что если мы произведем такое же животное, то с зомбиами будет гораздо проще бороться. Хотя это и будет просто идея на будущее. В очередном же помещении мы находим бакоперативный эксперимент. Древние в своей гордыне замахнулись на невиданное, на недосягаемое, на идеал, к которому стремятся многие даже в новой империи. Они пытались создать кошка-девочку, но получился отвратный, ужасный и мерзкий на вид мальчика-кот. Мы избавили это существо от страданий, и мир избавили от него. Хотя становится немножко понятнее, куда же исчезли древние, если они проводили такие эксперименты. Тем более, если они пытались создать еще и муфало-крысу, отвратнейшее животное, но довольно опасное, и уже немножко навалявшее Дену. Не перманентно и не опасно, но тем не менее неприятно. Последнее же помещение было, скорее всего, складом, и радует нас найденным еще одним механоидным чипом. Самих же механоидов, к счастью, не видно, поэтому на этой базе мы задержимся, пожалуй, немножечко подольше. Как видим, в южной части лаборатории огонят бешеного животного все же расторзаняется на деревянный настил, рискуя погубить всю базу полностью. Нас это не устраивает, ведь мы имеем очень хорошее желание разобрать оставшиеся устройства, хотя бы на компоненты. Ну и демонтировать еще парочку хранилий ДНК. В умениях своих мы, скажем, достигли многого. Остальному ресурсу проблем тоже нет. Но вот иногда наличие компонентов немножко не радует. Но в ближайшее время они нужны нам будут в очень больших количествах. Заметим, правда, что даже с рабочих холодильников этих компонентов выпадают чуть. Точнее, не выпадают вообще. Но это не значит, что не стоит стараться и пробовать. В конце концов, собрать удалось не так уж и много. Ну и то, что собрали наши. Конечно же, архетерипидный формер мы забираем полностью. На этой вместимости у нас хватает. Чего уж там, хватает даже на еще одно хранилище ДНК. Ну и все думело, что было складировано здесь в холодных хранилищах. Путь домой с такой нагрузкой будет, конечно, немножко дольше, чем хотелось бы. Но, тем не менее, нужда заставит, и наши герои доберутся. Мы же в свою очередь вернемся на базу, где многое уже подготовлено к возвращению. Благодаря более умеренной и устоявшейся жизни мы закончили проект нового кухонного производства. Та самая система переработки, хранения и питательной пасты уже запущена и местами даже работает. При условии, что кто-то будет загружать ее полностью. Следы прошлого нападения мы тоже ликвидировали. Пускай мост не такой красивый, как был прежде, но он снова крепок и снова готов к отражению атаки. Чего уж там, времени было столько, что даже внутренние помещения и тени немножко облагородились. Основной жилой контур и контур гидропоники был полностью заглажен, электрифицирован, освещен, обогрет. Короче говоря, бы готов полностью к проживанию. В будущем, при наличии материала, возможно, мы сделаем здесь красивое покрытие во всех комнатах, но пока что оно есть только у принцессы, в нашей столовой и немножечко в комнате у защитника, куда пошли остатки песчаника. Зону внешнего воздуха мы тоже завершили. Не самая красивая, но тем не менее внешняя и позволяющая насладиться благами свежего воздуха. Но это-то по сути мелочи. Самое основное, что мы подготовили новое помещение, диаметрально противоположно по кольцу относительно нашего храма, и все так же приближает нас к бионическому возвышению. Храм возвышает нас духовно, а это помещение, но будет возвышать наших пользователей физически. Да, друзья, именно здесь мы устроим то самое место, где наши герои будут бионически возноситься, заменяя свою бренную плоть на более полезные и нужные железные части. Материалы уже готовы, построить не так же сложно. Да и на стерильных покрытиях, при всем отсутствии торговли, мы тоже накопили некоторое количество серебра. Может быть не на всю комнату сразу, но хотя бы основную ее часть под кроватью мы точно засеребрим. Да, повысить немножко шансы на успешное выполнение. Сами кровати, кстати, тоже доктор Лектер уже изучил, и в принципе даже подобрался плотную к мониторам жизненных показателей. В другое время он, конечно, занялся бы им сразу, но пока что нужда заставляет его перейти к гнистрельному оружию, и все же разработает давно забытый проект турелей и тяжелых турелей. Прошлое нападение показало, что нужно готовиться гораздо аккуратнее. И скажем, если бы в этом речном коридоре были турели, к нам подошло бы гораздо меньшее число нападающих. Тут же, пожалуй, стоит сделать еще и маленькую заметочку. Пока наши герои разбирали остатки древней техники на старой базе, кое-где среди деталей и записей они нашли координаты еще одной древней лаборатории. Чуть севернее от нас, за заслоном из поселения корпорации Войт, находится еще одно древнее место генетических исследований. Но пойдем ли мы туда сразу, вопрос такой спорный. Другое дело, что прямо в пути с ними связывается еще и Империум Вечности. Да-да, та самая империя, что и сослала нашу принцессу и защитника. И просят они, просто умоляют о подолжении, что означает, что их очень, очень и очень сильно приперло. Оказывается, их поселения атакуются механоидами, и ничего они сделать с этим не могут. Казалось бы, их императрица сама механитер, на порог тому, что она еще и вампир. Но нет же, не все оказалось ей подвластно. Нам же в связи с этим обещают полное прощение, освобождение от повинностей и списание всех прошлых прегрешений, если мы приманим этот кластер механоидов к себе. Там же сразу прилагается еще и маленький списочек. Списочек тех механоидов, которые прибудут. Цикада, Уничтожитель, Бластерные Синтипиды и Боевые Дроны, Жнецы, Драгуны и Испепелители, Огненные Синтипиды. Все это защищенное купольным проектором и неизвестно чем, что скрывается в капсулах механоидов. Довольно занимательное предложение. И, пожалуй, по возвращению наших бойцов из похода мы на него даже согласимся. По сути проигрыша у нас здесь нет ни в каком варианте. Когда механоиды десантируются, они могут просто утонуть в болоте. И это нам будет в плюс. Возможно, они упадут в северной части региона и до нас просто не доберутся. Это еще один плюс. Ну а даже если упадут где-то на юге и будет доступ к нашему поселению, то тем более они защитят нас от любого набегающего врага. В особенности от возможных рейдов корпорации воет. Конечно же, существует маленький ничтожный шанс, что они прецензионно точно приземлятся в расщелье, на котором откопали в скале. Но это очень сомнительно и очень маловероятно. Поэтому мы согласимся, ведь выполнять это задание нам не обязательно. Ну вот что обязательно сделать, так это разобраться с энергосистемой. В последние времена у нас начал возникать некоторый маленький дефицит, и наши газовые генераторы немножко не справляются. Проблема вполне решаема, ведь доктор Лектор уже отработал схему более мощных промышленного класса генераторов, которые тоже работают на газовой основе, занимают чуть-чуть больше места, но выдают в разы больше мощности. Это ли не повод их использовать и поставить на работу вместе с базовыми моделями? Тем более, что места хватает, а вся инфраструктура к нему уже подведена. Уже до остальных наших героев, то они возвращаются гораздо раньше, чем планируемые шесть дней, а раны Дэна, полученные в сражении, затянулись, и движение стало опять оперативнее и побыстрее. Заходить, понятное дело, придется опять со стороны реки, но к этому они уже привычны. Да и если задуматься в эту морозную погоду мне вашей праздник в честь победы, поскольку время ритуала как раз таки подошло. В этот раз присутствовали все. Помещение выглядело гораздо лучше, так что фестиваль прошел весело и задорно. Нелишний, пожалуй, еще будет установить там немножко обогрева, поскольку температура в минус 14 там, где празднуют, не самая лучшая, не самая приятная. Тем более, что делать можем это легко и просто, прокладывая подземные коммуникации. Чего уж там, к моменту их возвращения даже Геннадий проявил некоторую изобретательность. И пускай Карина-то немножко впала в ступор, тем не менее дела идут очень хорошо. Стерильное покрытие уже укладывается, и продолжит его в защитник с лектором. Ну а по общему решению, религиозную вечеринку решила была продлить и усугубить ее вечеринкой обычной. Немножко на свежем воздухе, в морозное декабрьское утро. Что же, да Карин, то ее немножко сразило недоедание, но и доедание у вас быть не может. Еды полно, новая растет, да и тело стекозавра пойдет в работу. Более того, как и планировалось, мы таки приманим себе механоидов. И пускай глупая империя думает, что мы это делаем ради них, нет, мы делаем это только ради себя. Кластер падает ровно там, где мы его и ожидали. Довольно большой, но не слишком ужасный. Хотя, скажем, тот же психический подавитель, это не совсем то, на что мы рассчитывали. Империя, как всегда, вписала это мелким шрифтом посередине списка, где-то между шестью ланами и тремя активаторами приближения. Ну что ж, мы жили с одним психическим подавлением, которым не могли разобраться, поживем и с другим. Тем более, что активируется он только через 10 дней, а за 10 дней может произойти очень и очень многое. Наши герои проведут это время с куда большей пользой, подготавливая почву к будущим свершениям. Конечно, не всегда все идет так, как хочется. И, скажем, парочка-троечка зомби все же активируют механоидов, вызывая к ним немножечко подкрепления. Все еще в пределах доступного пределах терпимого. Да и противостояние зомби-механоидов нам знакомо. Друг-друг они не могут определить в качестве нормальной цели, но тем не менее сражаются. Друг на друг отвлекаясь и давая на время спокойно заниматься своими делами. Таким образом, всего за пару дней помещение, где будет происходить дебианическое возвышение, принимает свои финальные черты. Последние плиточки украдываются в ряд. Стерильный становится просто высочайшей. Ну а первая на очереди... О, первая на очереди, конечно же, будет наша Надежда Хоуп. Она потеряла очень многое. Левую ногу, правую руку, части правой ноги. Да и левая рука тоже пострадала. Благо, что наша принцесса этим озаботилась заранее и за кадром создала три необходимых протеза. Бианическая рука и две ноги. То, что нужно для нашей юной красавицы. Да и медикаменты уже давно заготовлены. А доктор Лектро в лучшем из своих состроений. Связано ли это с тем, что он сам занимается утилизацией отрезанных ненужных биологических частей? И куда они уходят, никто не знает. Мы не уверены. Но задавать такие ненужные вопросы такому хорошему мастеру было бы просто лишним. Как видим, одна за одной ненужная плоть заменяется более чистым металлом. Три новеньких блестящих части тела абсолютно роботические и абсолютно прекрасные. Другое дело, что по повреждению Хоп почему-то захотела одеваться во всё чёрное, удивилась повысившемуся росту и спрашивала про какую-то падме. Но это можно списать именно что на наркоз. Ну а повышенная злобность и желание хватать людей за горло, она у неё всегда была. Что уж поделать. Тяжёлое воспитание на зообе заражённой планете. Следующим на очереди, пожалуй, будет сам доктор Лектор. Как он умудряется справляться с такими сложными операциями с помощью простого механического протеза остаётся загадкой. Но он же профи в деле разрезания и сшивания людей. Так что и этот вопрос мы ему задавать не будем. По повышенными генераторами дело встает так же быстро. Для защитника построить совершенно не сложно. Благо, что чертежи уже есть и технология отработана. 3600 ватт мощности с одного устройства. В сравнении с обычной тысячей от маленькой модели. Явно хорошая прибавочка, позволяющая нам делать вообще всё, что мы хотим в плане энергии. При наличии компонентов, которых у нас не так уж и много, первоочередным и первоначальным будет расширение гидропоники. В идеале в будущем она займёт вообще всю эту площадь. И выращивание растений там будет самое разнообразное. Вполне стоит задуматься о обновлении гардероба. Поскольку пускай у нас и есть всякие разные обрезки кожи и ткани, но это именно что обрезки. Их до обидного мало. Давно уже пора выращивать нормальный качественный хлопчатник. И из него делать хорошее качественное одеяние. Да и касаясь одеяния, доктор Лектор уже запланировал следующее наше направление исследований. Пулемётные турели ему покорятся. Проблем здесь нет вообще никакой. Где-то буквально автомат на подставке. Другое дело, что с падением кластера, проблема пси-эмманаций стала гораздо более серьёзной. Им подвержена принцесса, им подвержена Карин, им подвержена даже Хоуп. Эти пси-эмманации занирают уровень сознания на 50%. И пускай с помощью бионических рук и ног даже Хоуп смогла превозмочь и в некотором смысле подавить этот эффект, начав двигаться чуть-чуть быстрее и лучше, всё же не лишний будет полностью от этого дела защититься. Вот тут-то, друзья, нам пригодится тот самый Эльтекс. Теоретически, если правильно его обработать, можно сделать специальный шлем, который заглушит вообще все сигналы. Дело это, конечно, сложное, долгое и нудное. Но скажите, пожалуйста, откопать такую горную базу тоже было долго, сложно и нудно. И тем не менее мы здесь. И никакие зомби нам вообще не угрожают. Да и, кстати, про зомби. Вот новая порция вылазит на поверхность. И движутся они, вы не поверите, прямо к механоидам. Так что можно сказать, что наша старая добрая система антизомби-защиты снова прекрасно работает. И все было бы хорошо, да и жизнь была бы в целом хороша. Если вдруг небеса не померкли, не начался кислотный дождь и не появился новый гость. Из того класса гостей, которым двери просто так не закроешь. Корпорация Войт снова прибыла нас проведать. И явно прибыла не с самыми лучшими намерениями. Некто анархист. Один. Но такой же сверхмощный, как и все остальные представители корпорации. Даже в ближнем бою будучи окружен толпой зомби. Он смог справиться и с ними, и с двумя ближниками механоидами-жнецами. Но уж когда он взялся за механоидов, то и вообще пошла сама жара. Стоит сказать, что в конце концов, то, что нас пугало больше всего, психический подавитель, было уничтожено, как и сам анархист. Но погиб он в огромном огненном взрыве. Да и то, скорее, нет повреждений, а от того, что истощился его внутренний заряд. В любом случае, нам стало немножечко легче в будущем, при условии, что механоиды, конечно, не пойдут на нашу основную базу. Но сама мощь этого единственного войдовца просто поражает. В одиночку уничтожить целого демолюша, практически полностью раскидав его по запчастям. Да и второму тоже неслабо досталось. Взрывоопасные зомби, как видим, и то помогают этому делу. Так что в дальнейшем решить проблему механоида будет совсем просто. Главное правильно рассчитать силы, и также правильно ставить возле амбразур. Другое дело, что традиционно механоиды нам пока что не мешают, ну а мы не мешаем им. Как не мешаем вот этому северному моралу допивать оставшееся после войда венцо. Стоит сказать, что винтовки с воидов то мы тоже не получили. С ишлению она погибла в бою. Но чтобы добраться до его мощных таблеточек под названием Нератонин-8Б, придется немножко попотеть. Но это уже после того, как склонит волна зомби. Так что пока что мы сделаем маленькую паузу. Кое-как мы переждем солнечную вспышку от воида, благо что еда запасена и есть еще в наличии. Но продолжим уже в следующем эпизоде. Теперь же я традиционно напомню про наши любимые телекрам-дискорды ВКонтакт, ссылочки на которые можно все так же найти под видео в описании. Ну и само собой всем удачи и до встречи. Увидимся мы уже немножко попозже.